Всем привет! Меня зовут Анна. Совсем недавно мы переехали в Бубай вместе с моим джо. И я решила записать для вас видео здесь, как лучше переехать, что мы делали, поделиться как-то с вами своим опытом. Может быть, какие-то советы. Может быть, эти советы вам пригодятся, может быть, не пригодятся. У каждого везде разный опыт. И мы тоже можем быть не правы, а можем быть правы. Что я вам хочу сказать? Как преодолеть первые страхи, неуверенность при переезде в другую страну, в чужую страну? Во-первых, подумайте, что может самое плохое случиться, если вы приедете сюда в Бубай. Самое плохое, что может случиться, вам придется вернуться обратно в Россию. Ну да, это самое плохое. Второе, что может быть самое плохое, будет у вас низкооплачиваемая работа. Это тоже самое плохое. Но подумайте о том, что вы можете в России работать на низкооплачиваемой работе. Поэтому уж лучше работать в Дубае на низкооплачиваемой работе, и ходить иногда купаться на море и радоваться жизни. Ну, в общем, продолжите. Для разных людей будут разные моменты, наверное, я так думаю. Что еще я хочу вам сказать? Попробуйте. Если вы не попробуете сделать это, тогда как ваши мечты могут сбыться? Ну, никак. Что очень важно, когда мы переезжали в Дубай, мы поставили себе конкретную дату, дедлайн. Вот 4 сентября мы приедем в Дубай. У нас будут билеты, мы 4 сентября уже сядем в Дубай и отлично начнем жить здесь. И на самом деле мы поставили эту дату за 4 месяца до нашего отъезда. И вот эта дата, она так нас мотивировала, что мы успели за эти 4 месяца все наши дела завершить и подготовиться к переезду. Поэтому я вам рекомендую, поставьте себе конкретную дату вот этого числа, что бы с нами ни произошло, какая бы ситуация ни была, но этого числа мы улетаем в Дубай. И обязательно, я думаю, у вас это получится. Еще я хочу вам порекомендовать познакомиться с людьми, которые уже живут в Дубае. Это очень важно найти друзей, знакомых, спросить их мнения, пообщаться. Эти люди могут быть не обязательно русскоговорящие. Это могут быть иностранцы, могут быть египтяне, могут быть филиппинцы, могут быть пакистанцы. На каком языке вы с ним будете общаться? Конечно, на английском. С другой стороны, и вам полезно попрактиковаться в английском языке. И с другой стороны, друзей приобретете, и появится чувство, что вы едете не просто так, неизвестно куда, а вот у меня там есть люди, мы с ними встретимся, пообщаемся, и все будет отлично. Они нам помогут, мы им поможем. Жизнь будет прекрасна. Еще несколько советов могу дать по поводу денег. Это важный вопрос. Постарайтесь накопить как можно больше денег, потому что первое время вам понадобится снятую квартиру, вам нужны будут деньги на переезд, на интернет, на связь. Возможно, мебель, технику придется покупать. А работа пока еще, стабильности не будет в работе, в доходах не будет стабильности. Соответственно, нужен какой-то капитал, подушка безопасности для того, чтобы остановить это. Чем она будет больше, тем вы просто надежно себя будете чувствовать, и все получится еще лучше. Заранее, если вы планируете искать работу, не открывать бизнес, а найти работу, допустим. Заранее подготовьте резюме на английском языке. Когда вы планируете, вам останется только поставить свой местный номер и начать рассылать резюме работодателю потенциально через интернет, через газеты, местные газеты. Кстати, очень и очень хорошо рассылать через газеты. Могу порекомендовать, что не Гальф Ньюз, хорошая газета, ну и еще несколько газет, в принципе, если рассылать по ним, тоже можно найти работу. Настройтесь на то, что примерно поиски работы занимают от месяца до двух месяцев, потому что здесь так в Дубае все медленно, размеренно, люди живут, наслаждаются жизнью. Соответственно, на собеседование тоже приглашают медленно. Придите на следующей неделе на собеседование. Пожалуйста, встретитесь с нашим генеральным директором, придите на третье собеседование. И все так долго. Потом документы дайте. Потом только через 10 дней мы вам сделаем это. Потом только через месяц будет это готово. И так это все долго-долго растягивается. Поэтому настройтесь на то, что это займет время. И вам нужно к этому быть готовым. Морально и материально, соответственно, тоже. Ну, ничего не бойтесь. Все, что я рассказала, не страшно. Другие люди сделали это. Почему вы не сделаете это? Все получится. Удачи!